В тот день Вновь опустел, любимые люди ушли. Отец говорил, что ни о чем не жалеет, но то, как он это говорил, всегда указывал на обратное. Ее письма, ее духи, все напоминало о том дне, который отец предпочел бы забыть. Знал ли я, что съедает его изнутри? Даже не сомневайтесь в этом. Я помню, как отец достал из альбома черно-белый снимок. Старый снимок, на котором они с мамой сидели у костра. Память хранит самое искреннее счастье. И вместе с тем, самая искренняя боль. А все, что ты любишь, обратится в прах. Вот что я понял. В детстве отец частенько ставил одну из пластинок Битлз. И мы вместе протягивали... Риск был огромным. Моя знакомая работала в департаменте времени. Квантовая материя, кротовые норы. Я, если честно, мало что в этом смысле. Каким-то образом система могла вернуть человека в прошлое. В любой из дней уже прожитой жизни. А в миг отмотать минуты и годы. Активация чипа запускала временной скачок. Маленький электронный чип, похожий на кнопку, связывал отца с разумом моей знакомой. Это позволяло ему не заплутать в пространстве во время скачка. Хотел бы я рассказать вам больше. Хотел бы я знать, что чувствовал отец в тот момент. О чем он думал, если и вовсе мог думать. Одно я уяснил наверняка. Оставшись в прошлом, из нашего мира человек исчезал. Навсегда. Я знал, какой день для отца был самым важным. Но мы никогда не говорили о том, что в тот день произошло. Ему только исполнилось 25, и теперь у него был выбор. Отчаянно струсить, выйти из системы и вернуться в наше время, несмотря на всевозможные последствия, быть может, даже смерть. Либо же остаться в прошлом, чтобы прожить все заново, но уже без ошибок. Я знаю, как сильно отец любил мою маму. Я знаю, что он так и не простил себе всего, что с ними случилось. Это был шанс все исправить. В тот день мы попрощались, и он ушел из этой реальности, сказав напоследок, не все, что происходит, происходит от судьбы. Кое-что находится и в нашей власти. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ